Российские артисты родом из Украины Регина Тодоренко и Анна Асти посетили церемонию награждения музыкальной премии в Москве. Девушки радовались жизни, пока Россия бомбила их родную Украину. Светское мероприятие состоялось 23 ноября, как раз тогда, когда украинцы находились без света, воды, тепла и связи из-за российской массированной атаки на энергообъекты нашей страны. И пока украинцы находятся в крайне сложной ситуации, Анна Асти получила статуэтку на премии. «Вчера забрали нашу первую статуэтку. Хочу поблагодарить вселенную за то, что ведет меня самым невероятным путем. Мою лучшую команду и всех вас. Спасибо, что верите в меня. И да, главный герой – это любовь. А также спасибо журналу «Окей» за отличную церемонию», – написала Дзюба в Телеграм. А вот Тодоренко, которая молчит о войне, чтобы не ссориться со своим мужем Топаловым, не получила награду. Она лишь красовалась на красной дорожке в розовом платье и восхваляла своего нового стилиста. Отметим, Анна Асти родилась в Черкассах. Как раз украинская блогерша Алина Шаманская рассказала, в первые дни войны Анна находилась в Украине и вместе с родными пряталась в бомбоубежище. Однако вскоре она вернулась в Россию и продолжила там выступать. Певица цинично выступила с клипом с путинским Филиппом Киркоровым «Хобби». Регина Тодоренко, родившаяся в Одессе и вовсе выпустила песню «Он за мной», в которой обратилась к своим родителям со словами, что больше не вернется домой и не нужно ей звонить.